САМОУПРАВЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ Хотелось бы информировать, что Советом Вильнюсского самоуправления было принято решение подать судебный иск о взыскании 939 миллионов литов неполученного дохода за последние 4 года. Основная часть иска – это неполученный подоходный налог за упомянутый период, а также недостаточное финансирование функций самоуправления, где средства выделялись Министерством финансов и правительством, кроме того, безосновательно прикрепленные к самоуправлению функции, которые мы должны были выполнять, не получая на их реализацию никаких средств. Таким образом, за последние 4 года каждый житель Вильнюса недополучил около 1700 литов. Что это значит для города? Не хватает детских садов, улицы города не убираются, подорожал общественный транспорт и много других вещей. Государство собирается переложить свои обязанности на плечи самоуправления, при этом не выделяя на них средств. Классический пример – компенсация льгот. В 2006 году законодательно подтверждено, что самоуправление должно покрывать льготы. Таким образом, данных денег накопилось на сумму 254 миллиона литов, а взять их неоткуда. Сегодня Институт свободного рынка провел конференцию «Кризис еврозоны. Решения и перспективы будущего». В рамках мероприятия политики, финансовой аналитики, среди которых профессор Рамунас Вилпишаускас Мариус Дубниковас Рута Войнени, обсудили фискальную политику стран ЕС и будущее евро. По словам президента Института свободного рынка Рута Войненя, Литва должна стремиться к тому, чтобы Евросоюз не только придерживался политики экономического стимулирования, но и обеспечивал устойчивый и долгосрочный рост экономики ЕС. Предприниматели, предлагающие возможность оплаты платежными картами, привлекают больше клиентов, чувствуют себя более защищенными и решают вопросы эффективности труда обслуживающего персонала. Показывают данные исследования мнения жителей и представителей бизнеса Литвы, проведенной компанией с Пинтертеримой. Более 30% компаний, в которых установлены терминалы для платежных карточек, указали, что благодаря этому в их деятельности необходимость использовать наличные деньги уменьшается. 26% утверждают, что увеличивается число клиентов. 22% – что использовать платежные карты безопаснее. По данным Банка Литвы, в прошлом году в торговых точках и местах оказания услуг функционировало более 38 тысяч терминалов обслуживания платежных карт. В Вильнюсской галерее Мяну Ниши посетителей ждет инсталляция молодой художницы Юланды Кизикайте Щеуду Содой, посвященная предпасхальной неделе. Использованные художницей при этом 5000 пластиковых соломинок воплощают ожидание праздника. Этот процесс она обратила в творческую акцию. Инсталляцию можно увидеть до 10 апреля. Международный спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию марафонки «Живили Белчунайте» по поводу так называемого допингового дела. Суд решил, что литовская спортсменка была справедливо дисквалифицирована на два года из-за употребления запрещенных препаратов. Это означает, что бегунья не сможет участвовать в лондонских Олимпийских играх. Кауновский Жальгерис потерпел первую неудачу в первенстве Литвы по баскетболу. Вчера кауновцы на выезде проиграли команде «Ищауляй» со счетом 81-92. Больше всего очков 21 победителям принес Камерон Лонг. А представители Жальгериса Манта Скальнетис и Дэню Шаленга забросили по 14. В четверг Жальгерис встретится с Литувос Ритас. Этой ночью похолодает до минус двух, а днем градусник термометра поднимется до 4 градусов тепла. Будет облачно, местами осадки, мокрый снег с дождем. Будьте внимательны за рулем. На дорогах гололед.